Приветствую вас, Екатерина, смотрите. Во-первых, вы не задаете вопрос свой, вы его не пишете, то есть, ну, вы описываете просто ситуацию, которая вас тревожит, которая вас беспокоит, но вы не пишете свой вопрос. Вот. В принципе, непонятно, что вы хотите от психолога. Это первое. Потому что, ну, молодой человек, скорее всего, не изменится, если он не видит об этом проблему. Сестра не изменится тоже, поскольку их обоих все устраивает. Единственный человек, которого что-то не устраивает, это вы, и, как бы, вам... Не по душе то, что происходит. Почему не по душе? Нужно разбираться. С одной стороны, может быть, это ревность. С одной стороны, может быть, это ревность. С другой стороны, это... Как будто бы какая-то зависть, что кто-то может манипулировать молодым человеком, вы не можете. Вот. То есть, вот так это звучит, на самом деле. И это несколько странно. То есть, вы запрещаете себе манипулировать молодым человеком, но при этом завидуете другим, что вот они завидуют. Что они манипулируют. Вот. Ну, как бы здесь история такая, что... Если вы завидуете сами, то, как бы, непонятно тогда запрет на манипуляцию. Если вы завидуете тому, что манипулируют. Если вы, там, ревнуете, если вы в себе сомневаетесь, если вы считаете, что должны, там, бороться с его, ну, с его сестрой, за внимание или прочее, прочее, то с этим можно и нужно работать, да. Потому что, ну, очевидно, что вы в себе с неуверенно. Вот. Но, что вы хотите? Что вы хотите изменить? Что вы хотите поменять? Что вы хотите исправить? Не совсем понятно. Понимаете? Вот в этом, наверное, основная проблема, которую я вижу. Вот. Дальше. Значит, я, по сути, ему еще никто, но как можно строить какие-то отношения с человеком, которые не имеют разграничивать свои отношения с сестрой и свои отношения с девушкой? Знаете, какая ситуация? Вот, с одной стороны, вы, вроде, правы. Ну, действительно. Вот, если так вот с одной стороны посмотреть, да, с одной стороны, если посмотреть, то, ну, вы правы. Как можно, ну, действительно, как можно строить отношения с человеком, да, если он, ну, вот, не может разграничивать, вот. Я с вами согласен, с одной стороны. С одной стороны. С одной стороны. Но, с другой стороны, это ведь означает только что, что вы не устраиваете отношения с мужчиной как человеком. Это значит, что, как человек, вы, вашего мужчины интересует именно как человек. То есть, вы воспринимаете, ну, друг друга, да, воспринимаете друг друга, как мужчины-единцы. Вот. А этого, ну, скажем честно, мало. Этого мало. Бесконечно мало. Когда люди воспринимают друг друга, только вот с позиции, с позиции, ну, с позиции гендера, к сожалению. Поэтому здесь идея, она вот такая, идея в том, чтобы вы пересмотрели основной фундамент построения отношений с молодым человеком своим. Потому что сейчас, ну, все выглядит так, что вы просто, действительно, для него вы сейчас, вот как вы сказали, поесть, приготовить и секс. Вот. Вот. Ну, здесь, действительно, так. Выглядит, действительно, так. Так, вопрос в том, как это получилось. Вопрос в том, как вы, как вы к этому пришли. Понимаете? В чем штука. Вот. А почему-то это стало для вас возможным. Вот. Вот. И, на мой взгляд, вот в этом направлении нужно поработать к вам. Как кратки. Вот. В этом направлении поработать. Чтобы вы выстраивали отношения более, более, ну, более, более гармонично. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем эта встреча. Дальше. 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 Если мы говорим про, только про качество девушки. То есть, ну, если человек, ну, воспринимает вас только качество девушки. Вот. Вот. Что да. Это, очень, ну, очень тревожный момент. Я с вами согласен. Но момент здесь в том, что вы можете быть не только в качестве девушки. С человеком. Момент здесь в том, что вы можете быть в качестве личности. С ним. Понимаете? В чем, в чем, ну, в чем идея заключается. Другой вопрос. Чтобы быть с ним в качестве личности, нужно личностью быть. Вот. Нужно себя как-то проявлять в качестве личности. Это, вот, вполне вероятно. Вполне вероятно. Для вас несколько флот. Вот. Флот не потому, что вы не можете. А флот не потому, что вы не можете. А флот не потому, что, ну, ну. Не привыкли. Оп. Вы так. Может быть не привыкли. Так. Так. И если не привыкли, если не привыкли, да, то все равно нужно учиться. Так. Больше. Так. Больше. Так. Значит, если до меня, они постоянно вместе, они могли гулять, смотреть, так, спать, ну это вы ревнуете. И у меня такое чувство, что меня водят занят, и все для чего нужна, это приготовить и секс. Ну, смотрите. С одной стороны, да. Я вас понимал. С одной стороны. С другой стороны, хочется спросить у вас, ну так, может быть, может быть, может быть, вас действительно вводят занят. Но тогда, в таком случае, если вас вводят занят, получается, что вы позволяете это делать. В таком случае. Понимаете, в таком случае, получается, что вы позволяете водить туда занят, и не очень понятно, почему. Ну, допустим, ну допустим, 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 да. Вам нужно донести до молодого человека, до мужчины донести, что для вас это неприемлемо. Вот. А получается, вы этого не делаете. Дальше. Все остальное, в принципе, они могут сделать вдвоем, но это означает, что общего-то у вас с молодым человеком не так много. Дальше. Причем она говорит, что быстро заделал себе это своей девочке, а потом уже длиннее. Я в это не верю. Она частенько пытается вывести его в вину, с ней мало общается, уделяет время, таким образом ее привязывая к себе. Он этого не замещает. Я прекрасно улавливаю все эти хитрости. Возможно так, но вы не думали о том, почему он этого не замещает. Вот. То есть вот, ну не отдавали, не спрашивали вы себя, почему он этого не замещает. Вот. Понимаете, какая штука. То есть, может быть, может быть, он не хочет этого замещать. Вообще. Может быть, ему так легче, ему так проще, ему так комфортнее, ему так удобнее и так далее. Вот. То есть, вот в таком ключе, вам, на мой взгляд, нужно то есть парень. Вот. Вы так говорите просто, что я тут все замещаю, а он этого не замещает. Вот. Ну, если он все это замещает, да, и все продолжается в таком ключе, то, ну, наверное, наверное, его все устраивает. Устраивает вас, опять же, да. Вот. Ну, так, соответственно, давайте подумаем, что можно с этим сделать. Вот. Что вы можете с этим сделать, что вас это не устраивает. Именно. Дальше. Так, у меня такой чип, так, значит, уделяете время. Когда я пытаюсь снимать глаза на это, он мне говорит, что ты меня ревнует с цепей, ничего не слышит. Отменяет меня в том, что я хочу играть в 40. Ну, здесь вы оказываетесь в своем классическом достаточно треугольнике Германа, а вот, когда вы пытаетесь молодого человека, значит, спасти, вот, вы пытаетесь молодого человека спасать, но у вас ничего не получается. Потому что, как бы, ну, ему, ему спасение, ваше, ну, не нужно, мягко говоря. Вот. Ему не нужно, ваше спасение, ну, не нужно, не нужно, чтобы его спасали. Вот. Ему нужно, скорее, вот, ну, другое немного, да. То есть, ну, идея, как-то она вот, ну, в этом не заключается. А вы пытаетесь его спасать, в итоге нарываете на негатив. Опять же, здесь, ну, к сожалению, да, здесь вы, вы, вот, вы, вы вмешиваетесь в, в, ну, как бы, в его личные границы. Я понимаю, что, скорее всего, вам это будет неприятно. А, вот, ну, 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 ну Он жил с своей сестрой, вот, его всё устраивало, значит, потом появляетесь вы и пытаетесь, значит, что-то изменить, пытаетесь всё исправить, а всё будет ревноваться. Потому что вы пытаетесь разрушить его привычную жизнь, он защищается от этого, вот, ну, тут нужно сказать, что и вы защищаетесь тоже, когда определяете вот такие вот требования, такие вот тренды к человеку, вы тоже защищаетесь, потому что не можете, как бы, ну, признать, признать, что его просто всё устраивает и всё, как бы, вот, поэтому идея здесь, в принципе, такая, дальше, эм, так, не может мне дать чёткий ответ, почему он так себя с ней видел, ну, у меня к вам, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, почему вы считаете, что он должен нам ответ давать? Не совсем здесь понятно. Он, ну, хочет, а давать ответ. Не хочет, он, в принципе, его не даёт. Вот, а то, что вы, ну, требуете этого ответа от него, он не означает, что он вам его должен давать. Вот, к сожалению. Дальше. Он прощает ей все его загоны и даже поощряет, а если я где-то какую-то ошибку слышу, сразу плохая. Это ещё мало, что может мне сказать, может, и больше плохих слов. Ну, он привязан к своей эстре, безусловно, это можно назвать зависимостью. Вот. Но для вас принципиального отношения это не имеет. Потому что он это не зависит. Да, но вы такого, вы молодого человека так им, условно говоря, принято. Да, вы его принято. Да, вы его принято. А, вот. А, и получается постоянно определяет ему претензия за то, что он, ну, что он не такой, да, что он другой, что он, вот, что он, ну, не так себя ведёт, как, ну, как должен себя. Мне кажется, это не совсем честно. Ну, по отношению к, по отношению к нему, к нему. Вот. И по отношению к вам тоже, безусловно. То есть, вы по отношению к, вы по отношению к себе тоже ведёте нечётно себя. Вот. Ну, не до конца, а искренне, скажем так. Вот. Как-то, ну, к сожалению, к сожалению, вот. Как вот, ну, как вот, как мне это, как мне это видится, по крайней мере. Так. Дальше. Так. Меня это видит, потому что я вижу, как я манипулирую все, а сама не могу манипулировать, так и считаю это неправильно. Ну, смотрите. А, вот момент какой. Да? А, если вы, например, считаете, что манипулировать неправильно, да, если вы считаете, что, ну, манипуляция, это не очень хорошо, то я думаю, честно, честно говоря, я думаю, что вы, ну, не стали вы, ну, бесить вас это не стало бесить, вас это не стало напрягать. Вот. А вас это напрягает, вас это бесит, понимаете, и, я думаю, что здесь есть некий конфликт, ваш конфликт. Внутренне. Понимаете, да, о чем это речь? Вы не удовлетворены тем, что не можете манипулировать им. Но хотели бы это. То есть, видите, вы, как будто, вот, чувствуете себя хуже. Ставьте свой строй и возникает на протяжении двух лет, которые мы встречаемся, и вы это не приняли до сих пор. Он не говорит, что отношение к своей любимой сестре не поменяет, и я только что и делаю на нее гоню, она замечательная, я плохая. В целом ваш вопрос, Екатерина. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Поехали. 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 Поехали.